Баткенская область, Кадамжайский район, село Майдан. На протяжении месяца местные жители яростно выступают против проведения геолого-разведочных работ на золоторудном месторождении Шамбисай. В первый раз сельчане не пустили на месторождение китайских предпринимателей, жители села просто-напросто заперли их в заброшенном контейнере. В ситуацию вмешалась милиция района. Позже выяснилось, что представители китайской компании вовсе не имели права находиться на месторождении. А несколько дней назад сельчане протестовали против визита межведомственной комиссии, которая по поручению первого вице-премьер-министра должна была взять пробы воздуха на уровень радиации, пород грунта и воды. Уладить конфликт также удалось лишь с появлением сотрудников милиции. Население и даже главы местных самоуправлений зачастую не знают, какие компании работают именно на территории их. И какое воздействие данные разработки могут иметь. Также большим вопросом в этой отрасли остается управление доходами, которые поступают от горнодобывающей отрасли. Насколько прозрачно и правильно расходуются данные денежные средства. Между тем, жители села Майдан не скрывают, что местной власти они уже не доверяют. Также они сомневаются в результатах проведенных замеров. Более того, среди сельчан даже стали возникать разговоры о проведении народного собрания, на котором и должна решиться дальнейшая судьба месторождения. По их мнению, деятельность горнодобывающих компаний повлияет на экологическую ситуацию в селе, негативно отразится на здоровье людей и состоянии скота. Между тем, все эти страхи результат отсутствия диалога между местной властью и народом, говорят специалисты. Эта тема накануне была затронута и главой государства Сорунбаем Джейнбековым в ходе встречи с председателем Госкомитета энергетики, промышленности и недропользования Эмилем Османбетовым. Президент поручил главе ведомства усилить разъяснительную работу на местах. Были поставлены задачи по дальнейшему проведению прозрачных процедур в сфере недропользования, лицензирования и совершенствии нормативно-правовой базы в данной отрасли. Шамбеса – это только одно из нескольких спорных месторождений, говорят эксперты. Потому сценарий развития событий в начале деятельности горнодобывающих компаний везде примерно одинаковый. Несколько месяцев назад жители Тугусторосского района Джалалабадской области устроили поджог нескольких зданий и техники компании GL Макмал Девелопинг на месторождении Макмал. Так жители выступали против строительства новой золотоизвлекательной фабрики. Тогда правоохранители задержали нескольких участников беспорядков. По конфликтам месторождения у нас есть, например, Носомовское месторождение, которое тоже долгое время не могут приступить к разработке, так как местные населения против в связи с экологическими последствиями. Есть месторождение Бирлису в Наруновской области тоже. Тоже местное население не подпускает инвесторов к работе, разработке месторождения. Это основные. Между тем, недостаточно осведомленность жителей, прилегающих к месторождениям сел, не единственное, что провоцирует такую реакцию, считает директор Центра стратегических исследований Гани Абдрасилов. Определённые лица, не заинтересованные в разработке месторождения, могут намеренно подбивать людей на подобные митинги и акции протеста. Очень мощное лобби стоит за всем этим. Для того, чтобы решать конфликты, причём не в одном месте, а вообще по всей республике в сфере недропользования. Должен быть какой-то выработан механизм, который позволит каждому жителю стать совладельцем того или иного месторождения. Но, предположим, там Аксуйский район, там же не только золото добывают, там же не только ещё. Там много, то есть каждый житель этого региона должен стать совладельцем нескольких и получать дивиденды от итогов деятельности этого. Через акционирование, через другие ещё есть механизмы. Особенно наиболее продуктивные или, скажем, наиболее реалистичные, это необходимо акционировать население. На сегодняшний день около двух с половиной тысяч зарубежных компаний обладают лицензиями. Одни занимаются поиском, другие – разработкой месторождений. Те, кто ещё не приступил к геолого-разведочным работам, намерены использовать современные технологии. Они помогут сохранить в прежнем состоянии экосистему страны и, возможно, убедят население в необходимости деятельности инвесторов в сфере недропользования. Сабина Дамаскина, Ирлан Кемельбеков, НТС.